Лиша, напротив Саманного остановись там. Напротив Саманного все остановись. Лиша, напротив Саманного остановись, а рядом здесь. Куда? Сейчас? Сейчас. Лиша тоже подойди к Саманному. Пожалуйста, вперед. Если я не точно скажу, подправьте. Вы уезжаете сегодня вечером? Да. Это уральские. У них билеты были заранее, обратный путь уже взяты. Им нельзя было раньше выехать, чтобы выехали раньше. Милостью Божьей все сохранилось и стоит на месте. Я хотел спросить, у вас сегодня нормально телефон работал? Нет. И вчера. Почему все время блокируется? Я лезу на Голубятню, работает нормально. На Голубятню каждый раз. Вчера, особенно после этого ливня, вообще связь, вообще связь, да. Я пришел из бани, гляжу два звонка от батюшки. Я дал ему сигнал, он заходит. Новость какая. Вот надо прислушиваться к внутреннему голосу. Побудило меня, говорит, что-то внутри пойти помолиться в Покровский собор. Сам приехал совершать богослужение, но потянул и то он идет, где-то Дмитрия Ростовского, тот, я не знаю, Никольский, а тот именно в Покровске. Ну, стою, молюсь. Вначале причащается. Ну, дальше-то уже ничего нет. Я думаю, пойду. А потом, думаю, нет, буду стоять до конца. Вот эти два голоса идут. Как бы, как бы. Ну, когда все кончилось, ничего, конечно, нет. Я, говорит, вышел во двор. Гляжу, говорит, митрополит Сергий стоит, разговаривает с рабочими. Он расскажет потом, но я заранее скажу, там, может, какие-то детали. Он увидал меня, говорит, подошел. О, отец Аким, заулыбался, обнял, поцеловал. Ну, как всегда он это. Тут какая новость-то, говорит. Сейчас едем встречать владыку митрополита Илариона нашего из Нью-Йорка. Русской православной зарубежной церкви. Первосвятителя. А где встречать? Дмитрия Ростовского на площади Спартака. Поехали. Батюшка говорит, да я в гражданском костюме. Там найдем, Ряса. Ну и, правда, нашли. Зашел туда. Дальше остальное батюшка уже вам расскажет. Он поехал в Горный Алтай. Зачем, не знаю. Какие-то я неточности могу сказать. Я говорю, ну ты пригласил. Такой пригласил. Тут там машина милицейская. Такое лицо охраняют. Там уже все. Не патриарх. Ну, рядом все. Значит, я рассказал вам. А вы помолитесь. Он путешествует в опасном месте. Горный Алтай – это особая зона соединения с нечистой силой. Это во всем мире известно. Там Рерихи знали, Блаватская знала Елена. И едут со всего мира туда, чтобы побеседовать с космическими силами, связями, то есть с сатаной. И зачем туда ехать, вот этого мне никогда не понять. В горы идут только. Когда говорят, я горы люблю, не могу. В горы идут или святые, или бесноватые. Другого варианта нет. Святые, как Марк Фращевский. Или бесноватые. Они лезут, падают, разбиваются. И там и гибнут, там и остаются. У Валя Конева была, Валентина Павловна. Ей взять пошел на Эверест. Группа четыре человека. Финансирует газета Элленбанк. Печатает на первой странице газета время и деньги. Один заболел, отстал, кажется, Плотников. Все трое погибли там. И показывает кладбище. Сколько там, я не знаю, 70 или 100 человек. Никто не хоронит. Трупы замерзшие. Так, мимо их люди следующие идут. Вот женщина одна задыхается. Кислорода-то не хватает. Туда вертолет залететь не может. Там хватать не за что. Разреженный воздух. Их провожает до определенного места шерпы. Тамошние, которые им платят большие деньги. Это даром никто не будет. А там внизу, где у них стоянка, оттуда теперь бинокль наблюдают. Началась метель, пурга. Гневаются их духи, они говорят, духи. Ну и все, разбрелись. И нигде нету. Вмороженые в лед. Так они торчат, льются. Вечная мерзлота. Все. Оттуда выхода нету. Хоронить никто не хоронит. Вот она, женщина, задыхается. Ей никто не даст кислорода, потому что у каждого как раз свой кислород. Я о гараж говорю. Чтобы вы знали, куда ехать. Если вы действительно желаете куда ехать, идите в храм вот в этот. Самое ближайшее доброе время. Вышел трава, воздух. Зашел домой. Продукты. Друзья, сестры, родные, братья и сестры. Дальше. На этой неделе был звук. 27-го. Представитель мой был Севастьян Бауэр. Документы у меня еще нет на руках. Но записали это аудио, аудио, звуком. Я попросил отпечатать. Плохо понятно. И мне уже от Сергея поподпечатал. Конечный результат такой. Не повинен. Обвинение снять. Преступления нет. Состава преступления нет. Главное, доказали, что община ни при чем. Теперь второй раз, если они подадут, то конкретно уже на меня. Так что продолжайте молиться. Если в течение 10 дней они не протестуют это решение суда, значит, все на этом кончилось. Мы не знаем, что. Но мы тут провели совещание. Как сказать, свое собирались. Это было у нас когда? Наверное, в четверг. Ну да, после среды четверг как раз приходили. Вы говорили, как сохранить лагерь. Значит, 2-го числа у нас в августе день лагеря, когда в 98-м году было 15 комиссий краевых. 15 комиссий, не 3. Вот где нас трясли тогда. 15 комиссий. И мы провозносили день пророка Ильи, молились ему днем лагеря. В этот день, я думаю, я сейчас советую севастяну, как это сделать. Значит, лагерь не только 18-го закрыт был, но лагерь перестает существовать. Совершенно закрываем лагерь. И я буду не начальник, они уже не воспитатели, но как раз-то мелкими группами уходим. У военных такое есть, когда окружение произошло, тогда разбиваются на мелкие отряды. И выходи кто как может. Значит, мелкими группами каждый теперь будет приглашать в гости свои дома. Значит, у меня вопрос, если это вам понятно. Прошел слух, что Игорь Глушков продает дом. Смотри на него внимательно. Ну, мол, вы такое пустили. Пустили. Так первый покупатель я. Ты имеешь в виду. Для детей, которые будут приглашены в гости. Не дождетесь. Игорь, я не скрыл ни за углом. Ни за углом, мама, правильно. Я сказал, слух есть. По Теряевски подошли, говорят, ну что тут говорить-то. Игорь, как-то, или Катя говорила, что уезжаем или что-то такое. Катя, наоборот, сюда собирается жить. Не знаю, я говорю, как бы, но простите меня. Если разговор пойдет, то, знаете, первый покупатель я. Ну, Игнатий Тихович, всю деревню покупил. Но я тебе сказал, вот эта Татьяна, которая купила, я услышал, да я, да я никуда. Я говорю, Таня, отвел ее в сторону, Новикова, она фамилия. Таня, первый я, проходит неделю, она приходит. Я совершенно не могу, уже в какой-то степени рак обнаружили. Надо дом купить. И вот каждый день я его перекупил, домик этот купленный. Это для тех, кто будет приезжать. Вот он приехал, Роман Малиш, теперь он машина стоит, сейчас поехал за грузом. А так бы некуда было принять. Так что вы имейте в виду, если кто-то из вас надумает продавать дом, сначала повезите меня. Мы сделаем сбор денег и купим. Купим для тех, чтобы малыми партиями могли принимать, заниматься, как в лагере. Начальства нету, просто в гости. А занимается зарядку там, молиться, будем бегать в лагерь. Лагерь будет оставаться, как резервация. То есть со 2 августа я перестаю быть начальником лагеря. И все, говорит, армию свою распускаю. Вот это вы имеете в виду. Вот небольшие известия, о чем надо молиться. Вы это услышали, сегодня смеетесь. А завтра услышите, кто-то уезжает и скажет, Ну было такое вот это, саманно-то. Приехал, он умер. Она приехала, по деревне прошла, никого нигде нету. Никто не покупает. А ей зачем это, саманно, он не был обложен кирпичом. Ей сказали, он купит на меня. Она пришла, я перекупил. Сделали гостиницу. Вот саманно рядом с яичуками. Вот так. Мы заявку дали, чтобы вы это знали. Ну нынче опять такая же история-то была. Ну из-за домика одного. Ну и пришлось точно так же выложить Иосифову. Теперь отдельно строится домик. Мы его перебрели. Для гостей. Не для нас. На всякий случай. А? На всякий случай. Ну к случаю-то видишь, как он представляется так. Вот такое слово. Кому я сказал, пойдет мимо сейчас. Остановитесь, колоссоманно. У меня разговор, Витя, подойди будет. Так тебе, вот это Егор стоит. Поступило сведение. Он прилетает. Его отец. Очень довольный. Отец или сын? Он думает, видимо, 31-го будет. А 1-го, 2-го хочет побыть здесь, если дорога будет. А 3-го уже билет рано утром. Вы вылетаете на Москву. Дальше на Амстердам. Оттуда поворачиваете на Америку и на Канаду. Мы летим через Париж, а не через Антон. В чем? Через Париж, говорят. Через Париж. Какие у нас люди. Там сотрудники по Москве. Ну как Бог даст. Сегодня в интернете вышла мама. Вот этих юношей. Вы два брата. Останетесь все рядом. Их фамилия Тимофеева. Вы двое Тимофеевы, да? Мама Татьяна. И она очень хорошие комментарии дала. Мы детей отдали. Там нападают. Да какое имеют право. Мы подписали. Мы знали условия. Дали расписку. У нас все, говорит. Хорошее занятие. Думаем. А получается, как всегда. Хотим, как лучше. Поэтому она говорит. Спасибо по-своему. Благодарю, что детей никуда не отдали. Иначе будет травмировано. И пришлось к психологу водить. Они думали-то детей забрать. Там что-то пугали уколом. Я не знаю, что там. Ну, все на месте. Побыли. Кто принимал гостей. Кто, у кого жили. Мы всех благодарим. Низкий вам поклон. Что? Нас не забывали. Дальнейшее, как будет, намещается. Это так. По отдельности каждый. Кто-то волонтер с ними находится. Все отдельно готовят. Приехали в гости. А тут уже напасть будет намного труднее. Смотрят Роснадзор. Мы сейчас узнали сколько. Никита, ты узнал 120. Где он, Никита, у меня? Там я посмотрел сегодня 110. Ну, 110. 110 тысяч работников. Которые вот это делают. Которые вот это глушат. 110 тысяч. Ну, давай. 110 тысяч. По тысяче каждому дать. Сколько это денег будет? 110 миллионов. По тысяче. 110 миллионов. Почему? Если подать им не по тысяче, а по 10. Это 1 миллиард 100 миллионов. Но они не по 10 получают. Не знаете, Тихонович, математика плохо у вас. Ну, хорошо. Но если тысячу человек, тысячу дали, тысячу и получили. Их сколько? 110 тысяч. 110 тысяч. Каждому по тысяче надо 10. 110 тысяч. По одной тысяче дать. 110 тысяч. 110 тысяч, но не миллионов. Ну, теперь-то они получают-то сколько? По тысяче получают. Ну, ты умножай на это дальше. Ты-то увидишь, куда поползет-то. Так это только те, которые официально, даже в форму. Плохо, что их не приравнивают к нам. Вот приравняли бы к нашей пенсии. У них мысль-то была правильная создать, что потребнадзор. То есть продают гнилое, молоко с добавками какими-то, колбаса с добавками. Колбасу намешали, продали, кажется, 14 тонн туалетной бумаги. Около, я не знаю, сколько-то тонн мелкой мраморной крошки. Среди масла, технического масла, оливкового масла в Италии, продали там большое число тонн. И Роснадзор за этим должен наблюдать, чтобы народ не травит. Мысль-то правильная. Но там не написано, как, чтобы лагерь разрушать, когда никто не жалуется, по жалобе. Люди поели, арбузы, все за животы схватились. У нас же было это, отравились. Им написали, те пришли, разобрались, вы отравили, заплатите за это. Это понятно. Пестициды разные, модифицированные продукты. Где-то соя продают от Китая. Отравляют людей. Сказали, они посмотрели не так, запретили, выбросили. Мысль-то правильная. Президентский указ. Но дальше-то, почему они детей ловили? Они выбивали жалобу хотя бы одну. Жалобы нету. У них без основания это было. Жалобы нету. Дети все здоровые. Палочку обнаружили. Какую палочку? Вот как у тебя, наверное, такую. Да человек живет среди миллиона палочек. Правильное воспитание детей это спартанское. Миллионы палочек человек каждый день глотает и ничего нету. Как жил Суворов? Болезненный все. Стал обтираться холодной водой. И через Альпу перешел. Какие? Вот Иванов обливается холодной водой. Простое питание. Сырые едения. Как наши родители жили-то? А они такое составили. Составлял какой-то, я говорю, больной человек. Почти 50 лекарств должен принимать. Зачем? Здоровый вышел, поел. Радуйся работой. Нормальный, здоровый человек в лекарствах не нуждается. Моя мама, я не знаю, съела ли она хоть одну таблетку и бабушка, дедушка. Даже никто этого не знал. Сегодня главное, эта дезинфекция должна быть чистота. У нас как бабушка порезала руку, она плюнула земелькой, присыпала, все. И никогда не болела. Никто не знает этого. Нарывы, это мы непригодны никуда. Вот это неправильное наше воспитание. От природы оторвались, мы и болеем. А они в это дело бьют. Но Севастьян выступил блестяще просто. А не путать вначале староста лагеря. Он говорит, какой лагерь староста и нету даже. Но у нас документ. И запуталась. Ну, звони своему прокурору. Прошед, прокурора не будет, тогда не надо. Это который от Роспотребнадзора-то говорит-то. А судья дальше дают по порядку. И община образовывала. Лагерь нет. Лагерь на 19 лет раньше образовывался. А кто, отец родил, сын или сын отца? Все, община не виновна. Теперь на одного меня нет. Выходит или нет, еще неизвестно. Если они выйдут, то тут штраф будет меньше намного. Ну, а тут уже придется самому ехать. Ни одного больного за 45 лет. А то что? Ни одного зараженного, ни одного отравленного, ни одного умершего. Какие доказательства? Ни одной жалобы от родителей. Ни одной жалобы от детей. Вот они. Да, конечно, я держу их в руках. Ну, скажи, я по порядку скажу. Алеша, стань сюда ко мне. Рядом. Вот он, посмотрите на него. Он принимал нынче крещение. Тебе понравилось потеряйки? Да. Потеряйки ты живешь. А в лагере? Да, мне понравилось. Не жалеешь, что приехал? Нет. Ты на следующий год, Владимир Юрьевич, набирай команду. Включи его. Так, по одному буду спрашивать. А тебе понравилось здесь? Угу. Тебя обидели здесь, нет? Нет. Сытый? Болеешь? Нет. Ну, что? Еще больше надо. И в баньке сегодня был? Был. Был. Ну-ка, Максим, иди сюда. Расскажи. Ты вот здесь побыл сколько? Тебе понравилось? Ну, да. Ну, работала тебе тяжело было? Ему тяжело было. Мы городили у коров. Он работал по-настоящему. В огороде был. Но не надорвался, ничего не болит? Ничего. Мама будет рада, что ты научился что-то делать. Угу. Ну, что говорит-то? Есть у тебя желание еще приехать? Нет. Она сейчас спрашивает. Еще домой. Он дома еще не был. За зиму-то она тоскуется. Ну, иди сюда, Саша. Я один вопрос задам. У тебя есть желание на следующий год приехать? Угу. Вот, понимаешь? По-разному. Каждый смотрит. И что тут удивляться-то? У него сразу затруднения были. Он пришел, как-то не вписывается. Теперь совершенно по-другому. Приблизились к народу тут все время. Устинов жили тут они. И чтобы каждый приезжал с воспитателем. Вот так. Спаси Христос. Будем домой собираться. У вас мой телефон белый нахер. У нас, у нас, у нас. Он у него, он отдаст. А вы можете, пожалуйста, мне его вернуть? Да. Что, ему отдать или отцу? Отдашь, когда отец. Отдашь, да. Только тогда. Сейчас нельзя, у нас такой бакон. Да. Так, Володя, нет. Спасибо.